Портал детали. Главные новости Израиля и мира. В руководство полицейскими операциями. Сегодня наши гости это адвокат Григорий Курзинер и Ариэльев Дубинский, старший следователь полиции в отставке. Ариэль, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, господа, первый вопрос я все-таки адресую представителю закона, точнее защитнику закона, да? Или точнее будет, наверное, защитнику нас от закона. Итак, Григорий, первый вопрос. Каковы основные правовые нормы деятельности полиции? Что может делать министр, что не может? Кто может давать распоряжение полиции, кто не может? Почему потребовалось решение Верховного суда? Дело в том, что мы с вами должны понять одну главную вещь. Наша полиция – это профессионалы высокого класса, которые знают, что они делают в рамках своего... Секундочку, я смотрю, Лев начинает краснеть после такой фразы, да? Ну, я думаю, что я ничего лишнего не сказал и не раскрыл секретной какой-то информации, которая запрещена к публикации. Я снова повторяю, что наша полиция – это профессионалы высокого класса, которые работают в рамках закона, соблюдая его и стараясь не выходить никогда за рамки этого законодательства. Кстати, надо отметить, что полиции у нас командуют профессионалы и никак не политики. И все дело в том, что Бенгвир – это политик, который занял пост министра безопасности буквально два месяца тому назад. Это человек, который... И во многом занял его случайно. Да, Григорий, маленькая просьба, чуть-чуть отодвиньтесь, пожалуйста, от экрана у вас там... О, вот так, замечательно. Сейчас мы вас увидим гораздо лучше. Да, пожалуйста. Значит, он занял этот пост не случайно? Случайно. 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 Я думаю, что этот человек далек от этого. Несмотря на то, что он мой коллега, он очень свежий адвокат и в области адвокатуры у него небольшие заслуги. Достаточно сказать, что он в основном защищал тех молодых людей, которые нарушали законодательство, выступая, захватывая территории и строя незаконные форпосты на спорных территориях. С палестинской автономии. Поэтому говорить о том, что он известный адвокат, нельзя. Он попал, еще раз говорю, на эту должность совершенно случайно. И очень сильно потянул на себя это одеяло. В каком плане? Это человек, который позволил себе сказать, что он хочет возглавлять полицейские операции. Он хочет давать указания, как действовать в полиции, где действовать. Он даже покусился на святая святых, что он хочет управлять и вмешиваться в следствие. То есть это вообще, вот мой коллега мне не даст соврать, он вам объяснит, что такое следственные отделы, что такое следствие в нашей полиции. И что человек от политики вообще никак не может туда вмешиваться, давать указания или принимать какие-то решения по поводу того, расследовать, не расследовать, закрыть, открыть и так далее. Это вообще не его аппаратия. Он очень далек от этого. И мы, я говорю мы, потому что есть много единомышленников, которые считают, что этот человек может наломать очень много дров, который потом будет очень трудно разгрести весь этот пепел, когда он спалит всю эту систему, которая выстроена уже 75 лет, работает как швейцарские часы. И мы можем в этом неоднократно убеждаться, что следствие в Израиле достаточно профессионально. Поэтому говорить о том, что Бен Гвир может внести что-то новое, внести что-то, то, чего не было, и что даст более эффективное расследование или более эффективную работу полиции, говорить об этом нельзя. Его единственная заслуга, что он сумел, учитывая, что его скандальный характер и скандальное поведение, во всем я не боюсь таких слов, потому что он неоднократно был замешан в скандалы с палестинскими демонстрантами и прочее. Одним словом, это человек, который не умеет себя сдерживать, когда это необходимо, он даже был случай, когда он размахивал личным оружием, пытаясь его применить и так далее. То есть человек совершенно неадекватный. Очень странно, что он получил такую должность. Это мне, так кажется, это мое личное мнение, и я останусь при нем, потому что человек с такими эмоциями, с таким, будем говорить, с таким умением отвечать на разные выходки даже тех же палестинцев, которых сегодня он жутко ненавидит. И я считаю, что ему не место в этом управлении, тем более его возглавлять. Григорий, я прошу прощения, так все-таки я хотел вернуть вас, так сказать, в правовое поле. С точки зрения закона, каковы функции министра? То есть кто может давать распоряжение полицейским? Мавкаль. То, как глава полицейского управления, который занимает эту должность по значению, и это профессионал, который меняется каждые 4 года, у них есть каденция. Как правило, они на 2 каденции не остаются. Есть сменяемость управления. Это очень хорошая традиция, потому что вырастают новые руководители, вырастают новые генералы полиции, вырастает свежая, ну, если хотите, поросль, так сказать, в кадрах. И это позволяет избежать разные коррупционные схемы, которые могут возникнуть, если на этой должности человек будет засиживаться под великой каденции. Вот это мое такое мнение. И Бен Гмир попал на должность министра, который работает для полиции, я бы вот так уточнил его должность. Это человек, который должен обеспечивать для полиции ее материальное состояние, ее материальную базу, имеется в виду деньги добивать. Это из бюджета государства представлять интересы полицейских и силовых управлений в отношении бюджетных средств на всех этих уровнях в Кнессете и в правительстве. Вот это его основная работа. То есть он политику никак, по-вашему, не должен определять, политику, так сказать, силовых структур? Он не имеет права это делать. Он пытается все время и вмешаться, и определить политику, и что за какие-то виды преступлений будет усиливаться, так сказать, ответственность, и что полицейские будут участвовать в каких-то действиях, которые раньше не были свойственны полиции. Я говорю, он даже попытался посягнуть на святых наследствия, но это уже вообще просто. Я думаю, что этот случай должен быть пересмотрен. Я думаю, что ему не дадут эту возможность, потому что это будет вообще страшное дело. Окей, Лев, перейдем теперь к вам. Вот то самое святая святых следствия, вот вы этим следствием, собственно, и являетесь. Сколько лет вы послужили следователем? Почти 30 лет. Ого, то есть у вас опыт богатейший. Скажите, вот в период вашей службы, как ведется следствие? Кто может давать какие-то распоряжения или указания следователю, который ведет какое-то уголовное дело? Прямое начальство, прямые командиры. Прямые командиры, это начинают командира дела, командиры подразделения, командиры управления, командиры, например, округа или отделения полиции может давать указания. Но все это спускается, так сказать, по цепочке. И последний, кто дает те указания, это твой непосредственный начальник и отдела, естественно. Скажите, ну вот вы ведете какое-то дело, я условно говорю, да? Вы же всегда чувствуете наверняка, да? То есть вот те распоряжения, которые вам приходят, это распоряжения абсолютно объективные, то есть вызванные, так сказать, следственной необходимостью, производственной необходимостью, если можно так выразиться. Или иногда бывает, что в каких-то делах, которые, может быть, не вы вели, а вели ваши коллеги, проскакивает какая-то политическая подоплека. Это чувствуют люди, которые сидят, так сказать, внизу и которые, так сказать, непосредственно занимаются вот этой следовательской работой. Смотрите, я вот пытался припомнить такие случаи. Я таких случаев за всю свою практику не припомнил, потому что обычно всегда следствия выстраиваются в соответствии с теми влод-хакера, как там по-русски скажем. Они выстраиваются... Следственные действия. Следственные действия, они выстраиваются для того, чтобы достигнуть, тут называется, есть такое понятие, как называется, хатераймед, достигнуть истины. Следственные истины, да, истины. Достигнуть истины. Единственный, кто может как-то, значит, направить следствие, это прокуратура. Единственный, кто как-то может, есть некоторые дела, которые сопровождают прокуратура, и они к ним могут сказать, там, допросите такого человека, мы хотим еще такое-то действие произведите, но они... То есть руководит прокуратура в какой-то степени? Прокуратура дает, скажем так, профессиональные, профессиональные, так сказать, содействия. Но при этом... Мы им приносим дело, мы им приносим дело, они его смотрят, изучают и говорят, вот нам кажется, что вы должны проверить еще это, вы дополшите. Да, у вас подвисает интернет, Лев. Да. Да, что-то подвисает интернет. Ну, ничего, сейчас вроде наладилось. Хорошо, но ведь давайте вспомним, так сказать, то, что известно широкой общественности. Вы наверняка помните знаменитое дело, когда полицейский не пускал на место происшествия, то есть там был хефиц-хашут, то есть неопознанный объект, и обычно в таких случаях полиция оцепляет район и никого туда не пропускает. И шел военнослужащий с велосипедом, который пытался туда пробраться, да, и полицейский его не пустил, и он набросился на него с кулаками. То есть там тоже все было без примеси, так сказать, политики, насколько я знаю, этого полицейского уволили. Вот хорошо, что вы вспомнили этот случай. Это как раз тот случай, где политика вмешалась, так сказать, в достижение истины. Я немножко подробно об этом расскажу. В 2015 году в Хулоне был найден подозрительный предмет. Нет, как известно, полиция должна это место, где найден подозрительный предмет, закрыть, чтобы прохожие, и не дают, если это окажется взрывным устройством, чтобы никто не пострадал. Есть определенный критерий. То есть есть определенный протокол, который все это... Да, есть определенный протокол, там 30 метров, по-моему, в городе, значит, должны перекрыть, чтобы никто не приближался. И полицейский стоял, он просто перекрыл пешеходный переход, перекрыл тротуар, чтобы люди не подходили к этому предмету. И ехал солдат, и он попросил его, значит, не двигаться в этом направлении. В итоге произошла стычка, солдат на него напал, он там даже пытался камнями бросаться. И я лично, я вам скажу, я лично читал заключение, значит, следственное заключение Махаша, расследование полицейских. Это отдел, который занимается расследованием полицейских. Там было черным по белому написано, что полицейский не совершил никакого нарушения, никакого уголовного преступления. А наоборот, тот, кто совершил, значит, уголовное преступление, это был этот солдат, который был эфиопского происхождения, который, значит, не оказался подчиняться полицейскому, хотел продолжать движение. И когда полицейский препятствовал ему в этом, начал кидать в него камни, напал на этого полицейского. В итоге, что произошло? И тут вмешались политики, значит, они видели в этом какой-то политический, какой-то заработок, как это говорится, ревах политий. И дело кончилось тем, что, значит, полицейского уволили из полиции. А этот солдат, значит, в качестве поощрения за то, что он напал на полицейского, его послали на курсы офицеров. На офицерские курсы, да. Да, и Бениамин Абатаяу с ним встречался, обнимался и говорил. Ну, потому что начались волнения эфиопской общины, да, то есть тут же приплели расизм, что его не просто так не пустили к взрывоопасному предмету, а из российских побуждений. И все на этом кончилось. Кстати, Григорий, вы наверняка помните историю, которая произошла сравнительно недавно, когда в Нари, если не ошибаюсь, когда полицейский офицер, он был не на службе, он был не при исполнении, он шел с семьей и тоже увидел, как подростки там грабят более младшего подростка и вмешался. Помните эту историю? Да, конечно. Он был вооружен, и подростки, когда он предупредил о том, чтобы они прекратили... Ну, подростки такие, знаете, то есть им не по 10 лет было, а там 17, 18. То есть это взрослые, так сказать, люди. Но они считаются подростками. Ну да, они были, там были часть совершеннолетних, часть несовершеннолетних. И когда он попросил их прекратить те действия, которые они совершали, они напали на него, они стали его забрасывать камнями тоже, и там сквернословить его, от их оскорблять и так далее. Его у него с женой и с детьми, то есть и в детей были камни. Совершенно верно. Для него и на его семью. И когда он достал табельное оружие для того, чтобы предупредить их о том, что если они не прекратят, он откроет огонь и так далее, и сделал предупредительный выстрел, который завершился тем, что один из подростков получил ранение от дикошета фули и скончался в итоге. Такой скандал поднялся тоже. Это были тоже ребята из эфиопской общины. Это были ребята, которые всегда кричат, что есть, так сказать, притеснение. Расизм, расизм, расизм. Да, есть расистские выпады со стороны полицейских, что явно не соответствует. Господа, так все-таки я хочу понять, то есть вот вмешательство политики, вмешательство политики в действия полиции, в действия святая святых, как вы сказали, Григорий, в следственных органах, это не что-то новое. То есть такое, в принципе, бывало и раньше. А чего же все ополтились на бедного Бен Гвира, который хочет как лучше, но получается, как всегда. Так вот я хочу сказать, что до сих пор закон охранял полицию как ту священную корову и не давал никому приблизиться на запрещенное расстояние к этому и не давал никому из политиков вправо вмешиваться вот в те действия полиции профессиональные, которые могут повлиять, так сказать, на ход и следствия, и на работу полиции и так далее и тому подобное. Для того, чтобы избежать все это, этот закон, он очень сухой, конкретный, и он действует уже много лет, получая некоторые изменения в соответствии с обстановкой, которая происходит вокруг нас с вами, так как законодательство развивается вместе с государством. На сегодняшний день Бен Гвир, когда пришел к власти, стал, так сказать, министром, он сказал, с этой минуты я буду вами командовать, с этой минуты я хочу здесь давать указания, здесь я хочу вносить свои коррективы, здесь я хочу говорить так, а здесь я хочу делать иначе. Так вот это непозволительно. И это напоминает мне ту узурпацию власти, я по-другому это не называю, которую мы с вами видели в той стране, откуда мы приехали, где единовичный начальник мог принимать решение такого уровня, как мы с вами видим то, что происходит сейчас в Украине. Поэтому говорить о том, что мы должны опуститься до того уровня, в котором находится Россия и ее политический истеблишмент, я думаю, что это неправильно. И Бен Гвира нужно поставить на место, он должен понимать свои границы, свои возможности. Всего это на одну каденцию пока что. Я не думаю, что у него есть большое блестящее политическое будущее. Мне это так не видится. И отсюда надо понимать, что три человека, которые сегодня правят бал. Это министр юстиции, это тот, который возглавляет комиссию Кнессета по законодательству, и Бен Гвир. Они сегодня пытаются произвести политическую революцию, если хотите, больше, наверное, юридическую революцию. Если это им удастся, то Биби Натнягу будет, так сказать, оправдан по его трем обвинениям, по которым идут судебные разбирательства. Но самое главное, что господин Деви, наш бывший узник, который дважды получал... Узник Суэста, да. Да, узник Мамарский, уголовный узник, я это не боюсь сказать, его дважды признавали уголовным преступником, и он не попал в тюрьму в последний раз, только по одной простой причине подписал сделку с правосудием. Это здесь принято, это здесь принимается, но где он обязался вообще в политику не возвращаться? Да, он добровольно ушел из политики. А Григорий... А сегодня он претендует на министр. Претендует. Понятно. Вот вы только что сказали по поводу, так сказать, политической карьеры Бен Гвира. Вот, значит, Бен Гвир шел на выборы. С тем он изначально говорил о том, что он потребует должность министра полиции как-то. Ну, у нас это называется теперь министр национальной безопасности. Он обещал огромные вливания в полицию, что полиция будет поднята из руин, то есть деньги. В течение двух лет полиция должна была получить бюджетное ассигнование. По-моему, он там грозился чуть ли не полтора миллиарда. И вот в течение двух лет полиция сейчас получит от 600 до 900 миллионов шекелей, а не 9 миллиардов, как раньше заявлял Бен Гвир. Об этом вот в понедельник, 20 марта, стало известно Уайнат и Идиота Хранот из официального внутреннего документа, который они каким-то... Хотите мой комментарий... ...посмотрели, разумеется, да я только закончу фразу. Причем основной бюджет пойдет не непосредственно в полицию, а в Мишмара-Гвуль. То есть Мишмара-Гвуль это пограничная полиция. Она пограничные войска. Так вот, ваш комментарий и сразу же вопрос. А почему Бен Гвир так вцепился именно вот в Мишмара-Гвуль, в пограничные войска? Это очень просто. Мишмара-Гвуль это те люди, которые берегут наши с вами интересы на точках соприкосновения с палестинской автономией, палестинцами. Это те люди, которые охраняют нас с вами от незаконных проникновений палестинцев в нашу территорию. Это те люди, которые пресекают противоправные, а иногда действия военного характера направлены этих бандитов, уголовников и политических уголовников против наших граждан. Не забывайте еще одну главную вещь. Поэтому Бен Гвир хочет управлять ими, чтобы можно было дать указание им, в какой области, где давать послабление тем поселенцам из его окружения, его приближенным поселенцам, которые дали ему, так сказать, поддержку на выборах. Ну да, то есть это его избиратели, то есть им он давал предвыборные обещания. Совершенно верно, которым он дал предвыборные обещания, что он обязательно поможет им устанавливать форпосты на незаконных территориях, которые не принадлежат Израилю, которые являются спорными, и где Израиль подписал договора о том, что он там строить не будет, не будет размещать свои форпосты, которые вызывают вот эту реакцию, взрывы, негодования у палестинцев, которые нападают и так далее. Это одно. Теперь обещание Бенгвира, он, как любой политик, большой фантазер. Это я мягко говорю. И поэтому все его 9 миллиардов, которые он обещал, это обыкновенный мыльный пузырь, который, как мы с вами видим, лопнул. Да, Григорий, прошу прощения, мне один из ваших коллег-адвокатов сказал, что согласно, так сказать, закону, сухому закону, невозможно привлечь политика за невыполнение предвыборных обещаний. То есть вот он обещает, что я подарю вам там золотую табакерку, и раз и не выполнил, вы идете в суд и говорите, он мне пообещал, вот у меня записано. Никто ничего не примет. Это когда мы с вами начнем о чем-то договариваться, мое предложение будет вам, будет вы как частному лицу, или как бизнесмену будет вам какое-то предложение, отправлено в писанном виде, я не буду стоять на том, что я пообещал. С этим можно обратиться в суд, это называется, значит, введение в заблуждение при переговорах и так далее. Тут есть масса вариантов. А теперь, ну, Бен Гвир забыл одну вещь. У нас такие вещи в Одессе называли, что талон на калоши, это еще не калоши. И сегодня говорить о том, что столько-то миллионов шекелей пойдет в казну полиции, и что эти деньги будут направлены... Он обещал 9 миллиардов. Да, да. А теперь несколько миллионов. Давайте доживем до этого. Полиция всегда страдала тем, что ей никогда не хватало денег на бундирование, на продвинутое оборудование. Хотя она, в общем-то, все это получает, и получает сполна. Григорий, я бы хотел вот этот вопрос, как раз мяч перекинуть на сторону вашего коллеги Давы. Потому что вот это как раз то, то, что... Я вас поддерживаю. ...знает и почувствовал на себе. Лев, кроме всего прочего, Бен Гвир сейчас потребовал, во-первых, сократить, причем там сократить в таком колоссальном объеме пресс-службу полиции, и вместо нее нанять новых, так сказать, полицейских, которые непосредственно будут заниматься защитой, так сказать, граждан. Но при этом он как бы забыл, а может быть ему забыли сказать об этом, и это всплыло чуть позже, что оказывается в полиции существует сотни, а может быть даже тысячи вакансий, которые никак не могут заполнить. И мы когда-то с вами где-то с год назад говорили на эту тему. Что-то изменилось? Вы же, так сказать, у вас друзья продолжают служить, вы общаетесь с ними, вы в курсе дела? Да, к сожалению, не то, что не изменилось, а ситуация ухудшается. Все больше и больше полицейских, они приходят, молодые ребята после армии, мотивация, как, знаете, говорится, соль земли, приходят с благими намерениями служить, значит, отдать себя службе народу Израиля и сталкиваются с унизительной, с унизительной низкой зарплатой, я подчеркиваю, унизительная. И не только это, но одна из основных причин для того, что они оставляют, это отсутствие поддержки со стороны общества, со стороны правительства, со стороны высшего командования. И, как пример, я могу вам сказать в тот же случай тоже с этим эфиопским солдатом, который мы разбирали. Тоже человека уволили, он исполнил свою работу, он в конце концов защищал его солдата. Никто за него не заступился, за него не заступился. Никто за него не заступился. Руководство полиции. Да, наоборот заступились. То есть нашли стрелочника. Да. Он защищал этого солдата, чтобы он не взорвался. Да бог, там могла быть бомба, и он мог пострадать этот солдат. Что он там делал? Он защищал. Он же не ходил по улице и искал, кому придраться. Он стоял. Потом вот в 2021 году была история такой служащей пограничной охраны, такая калифа, забыл ее имя, бен калифа, ее фамилия, девушки, которая стояла в Восточном Иерусалиме, ей дали задание перекрыть какое-то место, потому что там происходили какие-то еврейские гуляния, и арабы очень любят такие моменты наносить, делать террористические акты, нападать снежами. И она просто стояла и перекрыла этот проход в Восточном Иерусалиме, узкие проходы, чтобы там никто не проходил. И шла какая-то арабская женщина, и она сказала ей, ты не можешь сейчас пройти, попозже там или обойди, как-то ее попросила. В итоге эта арабская женщина напала на эту, значит, полицейскую защищалась. И она должна была ее арестовать, она ее арестовала. Доставила ее в участок за нападение. В итоге ее сейчас уволили. Она, значит, это арабка, которая на нее напала, она оказалась дочкой какого-то Мухтара, в Восточном Иерусалиме, известного в мусульманской среде, так сказать, человека. И опять же, вот политика... Девушку уволили, опять никто за нее не заступил. Мало того, что ее уволили, ее сейчас судят, ее хотят в тюрьму посадить, судят ее. Понимаете, и вот человек говорит... За то, что она выполняла свои обязанности. Она выполняла свои обязанности, она стояла и перекрывала, она попросила ее не проходить. А та, значит, попыталась силой пройти, значит, напала на нее. Ну, что вы от нее ожидаете? И таких случаев очень много. Это капля в море. Нет, мне просто интересно, вот, Григорий, вот, как бы мы все знаем, ну, очевидно, больше все-таки по фильмам, но вот так вот, чтобы вот в Нью-Йорке взять, подойти к полицейскому и попытаться его там, не дай бог, ударить там, или просто оттолкнуть, да? Сколько такой человек проживет после попытки таких действий? Невыполнение указаний полицейского является грубым нарушением общественного порядка. Если полицейский увидит в действиях подозреваемого угрозу своей жизни, он имеет право применить оружие на месте, на опережение. Поэтому полиция в Нью-Йорке работает совершенно четко. Если вы не выполните указания полицейского, вас грубо арестуют и сделают это правильно. Быстро, профессионально и правильно. И, кстати, я вам скажу, что в израильской полиции, по идее, должны быть подобные правила. Когда мы приехали сюда, примерно так оно и было. Секунду, вы хотите сказать, что изменили законы? Я считаю, что изменились не законы, а изменились требования к полицейским. Внутренние инструкции, да? Политическая обстановка изменилась. После подписания исхема осло сильно изменилась политическая обстановка. После создания палестинской автономии и палестинской полиции сильно изменилась обстановка. И мы это видим. Те, кто находился в это время здесь в Израиле, могут это видеть и могут это подтвердить. Я ничего от себя не придумал. Полиция сегодня боится применять силу. Полиция сегодня боится применять оружие. Сегодня полиция боится принимать резкие решения по конкретным случаям по одной простой причине, что их всех потом привлекает к ответственности. Как мой коллега сказал, выгоняет это полдела, а еще и привлекает к суду человека, которого лишили источника заработка, который добросовестно служил своему государству. Можете себе представить, прости меня за выражение, плевок в лицо или пощечину, которую получил этот человек, служа Родине. Так вот, Григорий, так все и надеялись, что Бенгвир придет и поднимет статус полиции. Он с этим шел. А в чем он его может поднять? Он сам преступник. Это человек, которого несколько раз привлекали и допрашивали в качестве подозреваемого. Человек, который устраивал беспорядки на улице. Человек, который беспредельщик. У него нет тормозов. У этого человека нет вообще понятия, что такое взаимоотношения с людьми. Он разговаривает, а нормально не умеет. Вы что, не видите, как он общается? Да, Григорий, я вижу. Ну что ж, господа, к сожалению, наше время подошло к концу. У нас сейчас буквально через полминуты начинается следующая программа. Я благодарю вас за участие. Адвокат Григорий Крузини, следователь полиции Арьелев Дубинский. Кстати, подписывайтесь на канал Льва Дубинского. И я, Александр Гурарье, прощаемся с вами. Большое спасибо. Всего доброго.